Следующий выступающий Виктор Иванович Федотов Некоторые сообщения, тема такая 85 лет каналу имени Ленина А вы великие каналы имени Москвы, да? Да, да, да Как великие каналы имени Москвы? Ну, не только в другой Значит, юбилей, 85 лет великому каналу Я его великим называю только потому, что он был Он соответствует этому званию И с точки зрения большой, и с точки зрения Высочайшей технологии того времени И с точки зрения нашей отсталой России В 30-е годы, когда только начиналась индустриализация То есть это было событие чрезвычайное Для меня были доклады все сложные Все доклады такие философского плана Мой доклад – это некое сообщение Предлагаю вам расслабиться Я просто сделаю короткое историческое сообщение 85 лет этому событию И мне хотелось бы, чтобы мы с вами Его тоже как-то почтили внимание В 30-е годы Население города Москвы составляло Где-то 3 миллиона человек Начало 20-го века было полтора миллиона К 30-м годам стало 3 миллиона человек Сегодня, как вы знаете, больше 12 И вот случилась такая ситуация Что воды в Москве-реке оказалось очень мало Первые предприятия, которые начали пользоваться водой Первая система канализации, которую начали осваивать Выпили эту воду из Москвы-реки И у Боровицкого холма, у Кремля Мальчишки переходили в Москву-реку пешком, вброд Была вот такая сложная ситуация То есть в Москве развиваться некуда было Оказался тупик И вот для реализации этого тупика И был разработан план водоснабжения Москвы Вариантов было несколько Но все они сводились к одному Нам нужно обеспечить Обеспечить водоснабжением Москву на многие годы вперед Расчеты показывали, что в 30-е годы Количество воды, потребляемой Составляло 88 литров В расчете на одного жителя С учетом промышленного использования 88 Значит, в то время в Нью-Йорке было 600 литров на человека Наши конструкторы эту тему тоже разработчики взяли за основу Где-то 500-600 литров на человека должно быть расходов воды Проект был достаточно сложный Было три варианта этого проекта Но я сначала назову предысторию Я не понимаю, как это работает Почему вдруг две картинки, три картинки Нет, вот это он показывает Вот это следующее Это показывает, а это следующее В очереди вот это, а это Да, на это ориентируйся Да нет, ну это все просто Я не могу, я не понимаю, как это будет Ну хотите, встаньте сюда Встаньте сюда Я не знаю, что это Встаньте сюда и нажимайте кнопочку Вот эту Хорошо Вот так История строительства канала Начинать надо рассказ Ее, конечно, с древних времен Со времен Петра I Когда он делал две попытки построить канал Он стал на связь Москве, это Болге с Доном Эти попытки у него не увенчались успехом Из-за войн, которые проходили тогда с Турцией Но расчет он делал, он к этому стремится И последний, только третий проект Петра I Нашел реализацию Это в Вышнем Волочке сделали канал Который действительно стал судоходным Тогда была цель судоходность Цель советского периода Это отсутствие воды Просто физическое отсутствие воды В столице нашей России Поэтому говорить о том, чтобы Строительство канала было связано с судоходством Мы не можем Была цель соединить канал с Волгой Для обеспечения воды Была еще одна попытка 25 лет строился канал Это когда начинал Александр I Заканчивал Николай I Они построили канал Через Истру Реку Сестра и Дубну 25 лет строился канал Параллельно ему строилась железная дорога И так случилось, что на момент 1840-х годов Железная дорога уже работала И канал стал не нужен А создавать этот канал Они решили Для какой цели? Храм Христа Спасителя Нужно было с Финляндии привезти к Ранит Не на чем было Железной дороги тогда не было И вот этот канал строили специально для того, чтобы завести гранит для Храма Христа Спасителя Но пока его строили, я уже говорю, построена железная дорога И всю работу, всю транспортировку обеспечили при помощи железной дороги Значит, вот 500 я здесь ошибся в Нью-Йорке Посмотрите, какие были цифры по потреблению воды В 30-е годы В Нью-Йорке 483 литра на человека Вена 148 Москва 136 Но эта цифра не точная Потом были уточнения Эта цифра посчитана в расчете на использование производственных мощностей Вот Но Оценка была общая Москва – мертвая река Москва была мертвой река И нужно было строить Хотя, вот видите В царское время в Москве реке водились осетры Вот какая была и чистая, и прозрачная, и глубоководная Словом, вот эту тему поставили во главу Строили ее, конечно, безусловно, коммунисты На пленуме ВКПБ было принято решение Сделан просчет Вот Примерно до 6 литров на человека Дальше Проблема была отсутствия судоходства Ее тоже надо было решить Перспективы развития промышленности И далее Экологии Там много вопросов, которые позволяло решить этот проект Значит, 15 июня 1931-го С 1932-го началось строительство Сначала передали задачу МОЗводоканалу Такую организацию создали Они полгода проводились, ничего не сделали И потом решение принято Отдать все НКВД Ягоде Известный для вас человек Какие характеристики планировались при строительстве канала? Длина 128 километров Значит, было три варианта Это самый короткий путь 128 километров Но этот путь Короткий Он не давал самотека Поэтому принято решение было Поднимать воду На 38-36-38 метров На высоту Чтобы потом слить ее в Москву реку Вот это самое Грандиозное решение Принять решение Поднимать целую реку На 38 метров В высоту Чтобы потом сливать в Москву реку Это вот самое сложное 600 кубов на одного жителя В результате Нужно было построить 240 объектов В том числе 8 гидроэлектростанций Которые будут качать эту воду Ширина канала Ширина канала 85 метров На глади воды И 46 метров на дне Ну и глубина до 25 метров Хотя среднестатистическая 5 метров Вот посмотрите, как она в разрезе выглядит Канал наш Который снабжает мосту Идет 6 ступенек Подъема воды И 2 ступеньки Сброс воды в Москву Вот где мы с вами сейчас находимся Здесь 7 и 8 ступень В Тушино Последние 9 ступеней 7 и 8 А 1, 2, 3, 5, 6 Это все Подъем воды На разных уровнях То есть Если пароходу нужно приплыть в Москву Он должен пройти 6 слюзов На подъем А потом 2 слюза На спуск в Москву реку Вот схема, которая Была разработана Высота Вот, говорят, 12-этажного дома На такую высоту Поднималась вода Стройку передали, как я вам сказал уже НКВД Был специально создан новая организация Дмитро Флаг Значит, здесь вот схемы есть, карты Ну вот Москва-река Вот Москва-город Ой, Волга И вот это рисунок канала Суть его вообще Поднять воду У того же Боровицкого моста О котором я вам сказал Так Воду подняли на высоту 3 метра И сейчас Специальное водохранилище построили За пределами Москвы Который следит за этим уровнем Чтобы оно не снижалось и не увеличилось Значит, Дмитро Флаг Построили такой лагерь для заключенных Начальником лагеря поставили Некто Фирид Семен Григорьевич Это был интересный человек Его судьбу можно было бы изучать По истории революционного движения Это был разведчик советский Который в Германии В 20-е годы возглавлял Вооруженные силы Компартии Германии Вот так скажем Он возглавлял Вооруженные силы Компартии Германии Но революция не удалась Они потерпели поражение И он вынужден был вернуться В Москву И Сталин Сталин таким образом был наказан Он его назначил Начальником лагеря Сначала это был лагерь Северный, Беломорканал Он там был начальником лагеря А потом был переведен сюда В Дмитро Флаг Возглавил Дмитро Флаг По окончании строительства Балтийского канала Более того, я вам скажу Что у него сохранялась должность Еще заместителя начальника ГУЛАГа СССР То есть он был не только Возглавлял Дмитриев Лаг То есть конкретный ГУЛАГ Но и возглавлял всю систему В ранге заместителя комиссара НКВД Так что это была очень Серьезная должность у человека Но люди, кто его описывал Говорили о нем плохо Новый начальник не скрывал Своих симпатик рецидивиста Не чирался с этими политическими 58 статьях Приближал к себе одаренных и нужных людей Лично решая все их проблемы А для остальных был Неизгибаем борцом с врагом и преступностью За два дня до торжественного открытия канала Его арестовали И расстреляли Расстреляли за два дня Или потом Расстреляли потом Арестовали его за два дня до открытия канала Сделал дело Вот такая вот страшная судьба Постигла вот этого героя Победителя Я буду говорить и о плохом и хорошем Хорошая это великая стройка Хорошая это великий результат Технический, во-первых Мы до сих пор с вами пьем чистую воду Волгскую воду Именно благодаря их труду Но каким способом это было сделано Ну просто приходится ужасаться Главный инженер, слава богу Прожил жизнь до конца Своей смертью умер После Дмитра Флага Он Волгодонский канал строил Что-то на Волге еще строил В общем, его судьба сложилась положительно Каждый, кто устраивался на работу Дмитрий Лак Давал подписку Подписку не разглашать С кем он контактировал Что он делал, где находился И так далее Поэтому документов практически не сохранилось Воспоминаний не сохранилось Два только автора найдены Кто описывал историю этого канала Причем они описывали уже после того, как После войны, грубо говоря По воспоминаниям Все боялись, потому что За это дело было серьезным наказанием Ну, зэков, вы понимаете Им просто запрещалось говорить об этом А те, кто были военно-наемные Или руководили, или охраняли Давали вот такую расписку Что они не будут разглашать По документам, по архивным документам В 41-м году Все документы по Дмитрию Флагу Поделили на две части Первая часть – это техническая документация Конструкторская, техническая документация И описание технологий И вторая – это люди Которые работали при строительстве канала Так вот, вторую часть архивов Сожгли Вывезли в определенное место И всю литературу связаны Все архивы связаны с живыми людьми Кого устраивали Кто вольно-наемный был Кто был заключенный и так далее Всех этих людей Все эти документы архивные Были уничтожены И поэтому сегодня мы располагаем только архивами Архивами техническими Конструкторскими Которые позволяют управлять каналом А история самого канала практически не осталась Есть два воспоминания Два человека, кто работали на канале Они написали воспоминания Вот эти книги существуют В единственных экземплярах Где я их не видел Объемы выполненных работ Несколько цифр, чтобы у вас было понимание Как я уже сказал 128 километров длина канала 85 метров средняя ширина Среднестатистическая глубина 5 метров Вырыто было 200 миллионов кубов земли 33 процента при помощи экскаваторов Механизация была, видите, какая слабая И 67 процентов вручную Обратите внимание Экскаваторов тоже не было Посмотрите, в 1933 году было 10 экскаваторов В 1934 году 52, 145, 143 То есть только в последние годы Была нормальная комплектация экскаваторов Что такое объем выбранного грунта? Что такое 200 миллионов кубов? Вот некоторые авторы называют Это 77 пирамид Хеопса Сколько вырыто было грунта для строительства 77 пирамид Хеопса Сначала делали проект Неглубокий 3,5 метра Потом перевели на глубину 5,5 метров Канал должен был сначала быть 40 метровой ширины, узкий Потом перешли на 80 То есть из системы речных каналов Наш канал московский Перевели в систему морских каналов И его теперь можно сравнить с морскими каналами По статусу он стал морским каналом Углубили его, расширили И его сравнивают сегодня с Суэцким и с Панамским каналом Посмотрите, Панамский канал был 81 километр Суэцкий 64, наш 128 Панамский канал имел 7 шлюзов Значит, Суэцкий не имел шлюзов И наш 11 шлюзов Сейчас заканчиваем Объемы выполненных работ Я уже называл 200 Здесь 130 200 Примерно Сколько людей умерло Это самая неизвестная цифра Почему? Потому что у нас, называют 23 тысячи человек умерло На канале Но И говорят, что работало до 200 тысяч человек То есть 10% Но сегодня исследователи называют цифру 400 600 тысяч То есть цифра неизвестная И причем здесь эти данные только по медучреждениям А сколько было расстреляно Сколько было убито Где захоронено До сих пор ничего неизвестно Вот наш Тушино Вот канал наш Вот деревоционный Сходинский ГЭС Видите, да? А это вот наш канал Два лагеря на территории Тушино было Первый и второй И вот там, где сейчас железнодорожная больница Там было кладбище Сколько на нем похоронено, никто не знает Учеты никто не вел Но вот мы должны знать Что вот на территории больницы Железнодорожной больницы Это Волкаламское шоссе Там, где переход Вот там было кладбище О нем мы, к сожалению, ничего не знаем Ну смертность Вот опять говорю Смертность, вот я даю здесь данные Они по больницам То есть те, кто умирали в больнице Они зарегистрировали Сколько человек расстрелян, мы не знаем Производительность труда Когда пересчитали на 200 тысяч наших работников Получилось высочайшее, 500 Хотя практически весь ручной труд был Мы считаем эту цифру неточной, неправильной Поскольку исходные данные были занижены Ну и вот 23 марта Остановили Волгу, перекрыли Начали заливать наш канал водой Заливали его долго До апреля, месяц почти 2 мая флотилия Построили специально флотилию Четыре парохода Специально для канала Чтобы они маневрировали Эти пароходы 2 мая поплыли по каналу То, что я вам говорил Пробный процесс пошел И на одной из остановок Начальника Дмитрия Флага Был арестован Сняли его с парохода Но уже 15 июня Было открытие для всех То есть канал начал функционировать Еще раз говорю Все работали вручную Тачки, лопаты, кирка и так далее Труд был Я ужасы эти не хочу пересказывать Они вам, наверное, понятны Но техническое решение Вот смотрите, была голамка сегодняшняя Наши машины, трамваи здесь ходят И пароход над ними плывет Уникальное же техническое решение Просто великолепно Виктор Иванович, там грязь полилась Там прорыв был Прорыв был, это уже новодел Рассказывают, что это был Нет, ну там вот как раз был Вот здесь Нет, нет, нет Вот тут полилась грязь В каком месте? Вот, вот тут И сырьевое оттуда протекло Это целое дело Саганин приезжал Нет, я знаю, что была авария Но мне объясняли, что авария Это была по причине новодела Новодела Глупого ремонта Нет Дело в том, что вот этот Первоначально Друзья мои Позвольте, я напомню Первоначально был только вот этот тоннель И вот здесь стоял летчик А с той стороны Летчица Да Были скульптуры стояли Вот здесь и там А вот это достроили Это новодел Это все в 70-е годы И от него потекло Может, да Вот там прорвало Прорвало здесь И вот здесь потекло В новоделе А это все выдержало Стояло нормально Так, ну вот я про Семена Григорьевича Филина Вам уже говорил Что его арестовали Но вместе с ним Арестовали еще 2000 канал-армейцев А что ему вменили Вот когда его Расстрелили Когда его расстрелили Он работал под прикрытием Тухачевского Они вместе делали переворот Хотели сделать военный переворот Сталина Он помогал Тухачевскому Это доказано было И в признательных показаниях И везде Предполагался их Военный переворот Ну, это вот Его заместители Тоже были все арестованы Я не буду пересказывать Кто из них Кто Ну, канал надо называть великим Потому что сегодня уже 21 век Идет 30-е десятилетие И воды у нас в достатке Еще на двукратный рост Города Москвы Можно улицы поливать спокойно И в дождь И в сухую погоду Я к тому, что работа сделана огромная И победа здесь была действительно То есть конструкторы сделали свое дело Качественно Грамотно 85 лет в этом году Мы празднуем канал Это великое достижение строительства В начале 20-х годов Я считаю, что мы Должны помнить Об этой великой стройке И поблагодарить Этих ЗК ЗК это кто были? Заключенные Каналы армейцы Их писали З Черточка К Заключенный канал армейц Отсюда пошло слово ЗК Заключенные Мы должны их помнить Благодарить Что они сделали великое дело Для нас Для нас, жителей Сегодняшних, современных Для будущих жителей Ну, безусловно Для себя они строят Хотя здесь видите На почетной грамоте Ежов Который продолжил дело Ягоды Который тоже занимался Уничтожением Части населения Ну, все На этом я, наверное, закончу Спасибо Спасибо А вот это стояло С два памятника, да? Они Ленина так и стоит А напротив Должен был стоять Сталина Сейчас там ничего нет Убрали А он стоял, да? Стоял, да Он стоял Сейчас Есть группа энтузиастов Которая хочет восстановить Ну, группу энтузиастов Кто их позволяет? Пока не знаю Но группа энтузиастов Этим занимается То есть Хотят восстановить Этот памятник Сейчас пока Один Ленин стоит Понятно Спасибо А Ленин-то Стоит? Стоит, стоит А, вопрос Вопрос есть Да, пожалуйста Да, конечно Как качать воду? Значит Я сказал Построили 8 гидроэлектростанций 8 гидроэлектростанций По всему На всем протяжении канала И эти гидроэлектростанции Качали насосы Качали воду Насос Чего крутился? Электрический Да, да Гидроэлектростанции Построили Электрический Ток Вот ее качали Из Волги Качали в шлюз Из Волги Качали в шлюз В шлюзе вода поднималась Дальше перетекал В следующий шлюз Опять качали Там свои насосы качали И так далее Вот ее Говорю На 12 этаж Поднимали воду И до сих пор Это поднимается До сих пор Воду поднимают И она так и будет Вечно работать Пока будет Работать канал Виктор Иванович А вот Техническое решение Оно осталось Такое же Его не модернизировали Ничего Значит Недавно я встречался С главным инженером Он мне сказал Что Мы Все эти годы Все 85 лет Только поддерживаем Мы даже не меняем детали Все Технологии осталось То есть Сама конструкция Система Все осталось прежнее Сейчас Есть план Реконструкции Водоканала И его К столетию Обещают Сделать К столетию Водоканала Через 15 лет Мы должны будем Увидеть Что они там Новый Расширенный Может быть Новый Генератор Там установить Новый Насос Установить Я не знаю А уровень Не будет Меняться Нет Потому что Уровень Сегодня Определяется Москвой Рекой А Москва Река Вы видели Там набережная Вот Не выше Не ниже За ней Строго Сглядят А если Что-нибудь Сломается Тогда Что Опять Вброд Через Боровицкий Этот холм Будут Переходить Москву Реку Мальчишки Значит Знаете В 1935 году Был разработан Резервный Вариант Резервный Вариант Канала Отдельного Канала По реке Сходня И вот Там Где сейчас Сходненская Чаша Литушинская Чаша Там Должно Быть Сходненское Море Еще Одно Огромное Водохранилище Два раза Больше Чем Ныне Действующее Водохранилище Если Будет Нужда То Эти Чертежи Поднимут И построят А дома Затопятся Отселят Людей А дома Затопят Сейчас Идет Реновация Под эгидой Реновации Можно будет Людей Выселить И Сделать Сходненское Море Резервное Сходненское Ковш Это памятник Археологии Памятник Природы Да Нельзя Спасибо Спасибо